всем привет ребят как обычно по четвергам мой брифинг посмотрим сегодня на открытые позиции на закрытые позиции разберем новые варианты идей сегодня на повестке дня валюты посмотрим с вами нефть посмотрим с вами bitcoin посмотрим с вами американский рынок акций так как сейчас пошли движения коррекционные и нужно выбрать основные активы которые можно покупать и начнем мы как принято с открытых позиций и закрытых сделок на текущий момент времени открыта всего одна сделка покупка по евро доллару которую вы наверняка помните еще с прошлой недели открыта она от позиционной области район 1.08-1.0750 то что мы с вами отбирали потенциал движения до 1.10-1.1050 но я рассматриваю потенциал до 1.10 даже с учетом запаса хода по текущим это порядка потенциала 1.05 что перекроет в случае убыточные сделки по нефти и по новозеландцу у меня в этом месяце будет убыток однозначно потому что даже если зафиксирую с текущих евро доллар он не перекроет убытки по сделкам этот месяц первый с октября убыточные то есть ноябрь декабрь и январь были прибыльными и опять убыточный месяц но это нормально для трейдинга вы должны понимать что 3-4 месяца в год у вас будут скорее всего убыточными а за счет того что вы будете торговать с приоритетами отношения риск прибыль то у вас прибыльные месяца будут перекрывать убыточные и вы в целом будете с положительным результатом при здравом подходе что касается нефти позиция была открыта на спросе это вы все тоже помните я думаю что за мной интересно следить именно потому что я показываю все свои сделки изначально их отбираю и потом занимаюсь их исполнением здесь был спрос это можно было трактовать как ложный пробой структуры и на ретесте я хотел попробовать отработать к сожалению все это сработало не так как хотелось бы но это результат и заранее принятый убыток по поводу него грустить не нужно то есть если вы вдруг закрываетесь по стопу как в этой ситуации я да неприятно потому что вы потеряли деньги но если бы этого стопа не было цена могла идти ниже и ниже представьте если бы мы тоже самое делали здесь без стопа покупали бы к примеру здесь с целью на обновление максимума можно было эту ситуацию так трактовать правильно но цена упала с 58 долларов до 48 понимаете ни один депозит не выдержит такую просадку за исключением тех которые работают без плеча вот поэтому получили стоп это нормально новозеландец то же самое единственный минус новозеландца в том что мне пришлось сокращать позицию по евро доллар для того чтобы на новозеландцы поставить стоп приказ не на 63 20 я поставить его на 62 90 из-за этого мне пришлось сократить позицию по евро доллару поэтому я не получу по ней должного вознаграждения уменьшил приоритет а был бы где-то один к восьми если бы не сокращал случае опять же один десять здесь ситуация была такова спрос позиционного характера вот он изначально попытка обновить максимумы и не увенчалась успехом то же самое очень сильно продавили рынок очень сильно задрали доллар это можно видеть непосредственно по ситуации с индексом вы прекрасно видите что он был на максимумах безоткатное движение вот как раз примерно с этих значений я начинал покупать новозеландец начинал покупать нефть начинал евро доллар то есть у меня получилось так что все позиции против доллара именно из-за этого на обновлении максимума в целом по индексу в общем по корзине да вы понимаете чем я говорю получилось так что у меня позиции повылетали но евро доллар еще остался у него потенциал до 1 10 есть вполне поэтому здесь я ничего не корректирую здесь ничего не меня что касается идей давайте начнем с евро доллара как с интересного актива здесь нужно продавать при достижении 1 10 вплоть до 1 11 здесь очень хорошая зона предложения 1 10-1 11 по трендовому характеру движения и опять же основной позиционную зону мы не проверили основная позиционная это 107 106 поэтому продавая с 1 10 мы можем претендовать на 107 106 следовательно если мы берем риск 100 пипсов то есть ставим стоп за 11 то у нас приоритет оправдан это среднесрочная позиция с оправданным приоритетом идея интересная и и стоит реализовать запомнили записали обязательно 110-11 это зона коротки можно взять блокнотик то что я сейчас прямо делаю несмотря на то что я веду сейчас запись для и маркет для брокера партнера но я тоже возьму и запишу свой замечательный блокнотик чтобы все было на исполнении и сегодня как раз выставлю лимитники по основным идеям есть записали движемся дальше фунт доллар ничего сказать не могу поэтому идем дальше доллар иена та самая идея которую в прошлый раз я рассматривал короткие от 112-112 50 112 30 я сам не открыл но сейчас вижу прекрасно что именно здесь бы я получил профит с очень-очень оправданным соотношением то здесь соотношение было бы один к четырем то есть и в течение нескольких дней профит был бы достигнут это интересно но опять же относительно упущенных или не проторгованных возможностей по этому поводу тоже не стоит сильно переживать если бы я открыл еще одну позицию против доллара понимать у меня было бы четыре сделки в одном направлении то есть такой уровень риска не допустим то есть ставить на один актив не стоит то же самое что вы придете на ипподром у вас есть все ваши деньги и вы ставите на одну лошадь понимаете а шанс того что именно эта лошадь прибежит 1 не такой большой то же самое и здесь у вас может быть ситуация что вы выбрали допустим новозеландец как это сделал я он не пошел то есть доллар в отношении новозеландца не начал падать новозеландец не начал расти набирать силу то есть получился убыток а вот здесь доллар против иены просил но это заранее никто не знает то же самое как против франка но с франком там стоял лимитник и и просто не достало здесь стоял лимитник на 9860 вы помните не достала а вот здесь получилось так что цена все таки отреагировала что касается этой ситуации если кто-то покупал на 110 это резонно здесь риск примерно 109 50 110 109 50 минус какой минус том что цена сразу не сделала реакцию то есть обычно если реакция происходит она идет сразу если цена зависает тоже пытается разобрать уровень и вот здесь повторно сейчас я бы не покупал это связано именно с тем что цена пытается разбить этот уровень и возможно даже попробовать пойти ниже посмотрим на ситуацию эта идея кто в позиции ничего не корректируете вы уже в позиции во вас нет возможности по каждому доновению ветерка закрывать открывать сделки если вы открыли здесь держите не открывались не надо открываться доллар франк ничего не могу сказать золото здесь есть смысл работы только в двух областях это либо 1700 искать короткие либо покупать на откате 1580 1560 две зоны одна запомнили это 1700 можете закупать это точнее записать это зона коротких и 1580 1560 это зона длинных все продажа покупка это все что стоит понимать доллар рубль очень интересно потому что он идет максимум и я бы попробовал заширтить все-таки 66 с половиной тире 67 это максимум на таком импульсе есть потенциал падения до 64 если говорить о длинных то здесь тоже есть вариант длинных он неплохой во первых разобрались с короткими да это 66 50 тире 67 можете запомнить 67 10 если точнее и есть зона от которой можно пробовать купить это район 64 тире 63 50 скорее всего до тире 63 50 63 40 вот зона длинных зона коротких два значения можно проторговать евро иена ничего бы я не рекомендовал делать новозеландец есть минимумы и он торгуется опять же в этих минимумах и если у кого есть желание сработать новозеландец то это 62 с половиной тире 62 я не знаю я скорее всего воздержусь хотя может быть и попробую может попробую 62 с половиной 62 почему не интересно мне новозеландец повторно работать да потому что он полностью отклонился от цикличности он не отрабатывает те вероятности которые идут с техники поэтому не так интересно как те активы которые все таки демонстрируют движение доллар канадец пошел на обновление максимов и если здесь мы увидим угасание увидим ложный пробой можно пробовать поработать в продажу сейчас мы точно с вами обозначим значение ну здесь скорее всего 33 50 вот если мы увидим угасание выше 33 50 если увидим ложный пробой выше 33 50 можно пробовать продавать потенциалы падения до 1 30 примерно он низковолатильный доллар канадец но тем не менее как вероятность может сработать австралиец очень сильно падает австралиец тоже самое это та позиция которая в этом месяце не увенчалась успехом опять же падает просто на дно и здесь ближайшая зона которая является сдерживающим фактором это район 63 то есть вот если он будет на 63 можно будет на смотреть также психологически 65 но с 65 не за что зацепиться можно пробовать но это то же самое что пытаться останавливать американский рынок акции который растет то есть когда он растет ты не знаешь в какой момент он начнет откатывать и здесь то же самое технически очень далеко картина та которая была здесь она не отработала та которая сейчас никаких подсказок не дает поэтому воздерживаемся ждем будет идея будем торговать так это все не интересно нефть та самая нефть которая падает и опять же очень много спекуляции на тему почему она падает но это нас сильно не волнует нас волнует то где все-таки она может остановиться либо где шортить где покупать либо где шортить вот два две идеи которые нас беспокоят покупать это скорее всего район 46 50 с риском ниже 45 я бы вообще ставил ниже 44 50 то есть у вас получается в процентном выражении довольно большой риск но тем не менее и потенциал тоже высокий потенциал роста у нефти в целом неплохой если говорить о идее вероятность вот этой идеи высока можно попробовать 45 с половиной и риск за 44 с половиной то есть так будет в плане приоритета очень очень приятно плане вероятности падения к этому уровню конечно она ниже но вы получаете приоритет который оправдывает рисковую идею разворота любые идеи которые касаются разворота не так иначе рисковые а здесь потенциал до ближайшего значения один к четырем и до позиционного у вас потенциал порядка один к шести но мы будем брать 49 70 потенциал один к четырем с половиной если покупать на 45 с половиной риск 44 и 4 можете записать сел wti у вас получается 45 с половиной тире 44.4 это идеи на длинные позиции по индексам даст тоже просили на днях смотреть я говорил что у него намек на возможное падение если разбирать спрос по индексу это 1200 12400 прошу прощения 1200 12400 и основной спрос это район 11700 тире 11400 запомните запишите я торговать не буду с биткоином тоже я упоминал что будет падение у нас был открытый брифинг на моем канале кстати не забывайте подписываться на канал и маркетс потому что здесь много спикеров кроме меня и не забывайте подписываться на мой личный канал который находится в описании там тоже можно найти много интересных обучающих видео и развиваться плане навыков трейдера кстати ребят напишите в комментариях в принципе какое у вас впечатление от моих брифингов черпаете ли вы на них полезную информацию берете ли что-то на вооружение чтобы я знал чего добавить что убрать и нравится ли вам смотреть то что для вас делается биткоин падение зоны остановки возможного падения это восемь семь восемьсот семь семь семьсот если восемь семь семьсот остановят цену но в целом если вы увидите здесь спрос можно покупать если начнет падать ниже то скорее всего это обновление минимум что касается коротких если кто работает краткосрочно вы смотрите базы по часовикам допустим 9-9 200 зона коротких вот такие базы используйте для того чтобы работать откаты это все что можно сказать потенциал падения опять же до 8000 если удержится на восьми тысячах скорее всего это поход вверх падает ниже восьми огромная вероятность обновления минимумов это связано именно с тем что все торгуют цикличность слишком много будет желающих купить на 7000 поэтому вероятность тоже высока snp потенциал падения на 3000 сейчас здесь он находится 3 150 300 в этой зоне тоже есть вероятность роста мы разбирали и краткосрочные какие-то акции попадают под эту ситуацию можно их торговать но я пока ни одну акцию не открывал я жду на 3000 и вероятность падения в 3000 огромная при падении в 3000 я буду на большую часть депозита набирать портфель из акций опять же процентное отклонение цикличное и это первое серьезное отклонение импульсное со времен опять же мая 19 года и декабря 18 когда было резкое падение все он идет циклично ничего не меняется но в процентном отношении откат гораздо больше чем предыдущие здесь у нас 8 процентов откат был и здесь порядка 12 на цикличность в отношении более существенных то есть посмотрите на цикличность последний раз это был 18 год до этого серьезные откаты были в восьмом году то есть это отличная возможность даже если он будет проседать ниже даже если он просядет на 2 800 не страшно то есть тут нужно будет просто брать портфель на инвестиционную реализацию на реализацию обновлений максима без плеча без ничего то есть я буду покупать живые акции вот это то что нужно вам запомнить кто работает все види то же самое вам нужно искать закоррелированные идеи когда индекс упадет в район 3 53 тысячи нужно искать и акции которые падают в свои зоны спроса пример apple в зоне допустим 270 250 пример если он одновременно будет допустим google зона 1200 1150 то есть если падает сюда вы понимаете что вы покупаете акции у вас потенциал роста индекса допустим 12 процентов потенциал роста акции у вас 30 процентов понимаете до максимума вот в этом вся суть что вы закупаете те акции которые может быть очень сильно просели с индексом но они вам интересны допустим тот же intel 52 доллара 48 долларов то же самое порядка 20 процентов потенциала тесла в случае падения что тоже вероятно но с теслой с теслой чтобы она упала на 350 долларов и не знаю что должно произойти но вдруг случилось чудо она упала хотя бы на 450 до на 450 на 400 долларов вот спрос тоже вы уже получаете порядка 40 процентов потенциала до откатной зоны вот такие ценные бумаги не ценные бумаги извиняюсь вот такие акции вам нужны те которые имеют корреляцию с индексом рост падения случае допустим microsoft 140 130 долларов зона если вы покупаете примеру по 140 долларов вас потенциал движение 30 процентов на обновление максимум в случае если угомонится вся эта ситуация с коронавирусом затихнет фондовые начнут расти с огромной долей вероятности на таком проседании объемы сейчас уже начинают возрастать уже люди где-то откаты выкупают но я хочу ниже хочется на вложении за год за это заработать порядка 20 30 процентов исключительно на инвестиционной тактике именно в этой ситуации ее я ждал долго и ее нужно реализовать если она будет все-таки достигнута вот такая основная идея по рынку акции сейчас и она вероятно видите а многие говорили да не упадет он туда он будет продолжать расти зачем ты ждешь 3000 нужно покупать сейчас акции искать ну хорошо вы купили акции что дальше они просели очень сильно и скорее всего еще не остановились всем ребят спасибо за внимание всем хорошей торговли рад что вы смотрите рад что вы с нами зарабатываете развивайтесь и не забывайте что трейдинг это риск но при должном контроле этот риск оправдан и вы будете зарабатывать достойные деньги всем пока